В учреждениях здравоохранения Пинска полку медицинских работников прибыло. 36 молодых врачей различных специальностей и 56 медсестер приступили к работе в августе этого года. Кроме того, на местах проходит интернатуру 38 будущих специалистов. Как отмечает руководство центральной поликлиники, кадровый дефицит, который прослеживался ранее, практически преодолен. Мы получили долгожданных специалистов. Это врачи-неврологи. Мы знали, что это у нас проблемное звено. У нас долгое время не было врача-инфекциониста. Заведующая совмещала. В этом году мы тоже получили врача-инфекциониста. Пришло к нам также два специалиста-хирурга. Активные, молодые. Тоже эта проблема у нас была не первого года. И у нас еще два специалиста. Это лор-врачи, которые также критические у нас были моменты. Три врача общей практики стали долгожданными для третьего терапевтического отделения центральной поликлиники. Здесь на протяжении последних трех лет у пациентов на своих участках не было постоянных терапевтов. Два терапевтических участка, которые долгое время страдали от отсутствия врачей общей практики, врачей-терапевтов участковых. Кто-то приходил, уходил в декрет, увольнялся, удержал. Надеюсь, мы закрепим этих молодых специалистов и люди будут довольны их работой. Новые кадры появились и в детской поликлинике Пинска. Два участковых врача-педиатра теперь будут оказывать первичную медпомощь детскому населению города. По информации центральной поликлиники, большинство молодых специалистов – жители Пинска и Пинского региона, которые вернулись на родину после распределения. Иногородние от таких единиц получили возможность проживать в арендном или съемном жилье. Что касается заработной платы, то у каждого молодого врача есть возможность получать до 500-600 рублей в месяц, говорит руководство. Новая система оплаты позволяет выстроить такие системы надбавок, которые позволят молодому специалисту зарабатывать ничуть не меньше, чем опытному. Мы предлагаем им все стандартные выплаты, надбавки, которые предусмотрены законодательством. В этом году в организации здравоохранения пришли на 14 медиков больше, чем в прошлом. Закрепить новые кадры на местах – одна из главных задач руководства медучреждений на сегодня.